Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел такой очень интересный и очень актуальный вопрос. Как приступать к опричастию после многолетнего перерыва? На самом деле все вы знаете, дорогие друзья, что святой апостол Павел четко, ясно, недвусмысленно говорит, да испытывает себя человек и тогда да приступает к опричащению, потому что «яды и пияй», то есть вкушая тело и кровь Христову, без рассуждения, в суд себе яст и пиет. То есть ко причащению святых христовых тайн необходимо готовиться и готовиться всей своей жизни. Общие правила всем хорошо известны, по крайней мере, действительно воцерковленным, как сейчас принято говорить в современном мире, религиозно мотивированным, практикующим христианам, всем хорошо известно. Это прочитать молитвенное правило «Три канона» и последование ко святому причащению, соблюдать пост в течение трех дней. И есть хорошая традиция, многие опытные духовники, по крайней мере, XX века, вот как я знаю, лаврские духовники, даже рекомендовали очень, может быть, немощным современным христианам, при условии, что они по уставу соблюдают среду и пятницу, это уже два дня подготовки, хотя бы в субботу во второй половине дня воздержаться от вкушения скоромной пищи. Само собой, разумеется, евхаристический пост после двенадцати ночи, воздержание от супружеской жизни. И, что самое главное, подготовка ко причащению должна состоять в внутреннем изменении себя, по крайней мере, внутреннем старании изменить себя. Если совесть твоя обличает тебя, что ты держишь на кого-то обиду, что ты сам нанес кому-то душевную рану и с человеком не примирился, если ты имеешь какую-то затаенную вражду, вот с этим состоянием, как ты придешь, говорит Священное Писание, к алтарю, если ты знаешь, что брат имеет нечто против тебя. Приступать к чаше спасения, в первую очередь, надо, очистив свою совесть в таинстве покаяния. Вопреки расхожему, к сожалению, и в наше время представлению, что, а почему надо обязательно исповедоваться перед причастием, а иной раз даже с некоторой иронией и с раздражением говорят, а что исповедь, это что, билет на причастие, и так далее, и так далее. Ответ на вот эти всевозможные возражения выходят за рамки нашей сегодняшней беседы. Хочется ваше внимание вот на что обратить. Необходимо душу свою очистить, чтобы она стала достойна, принять величайшую святыню, которая есть во Вселенной, тело и кровь Господа Иисуса Христа. Поэтому исповедь перед причащением – это неотъемлемая часть. В некоторых поместных православных церквях, к сожалению, утеряна традиция обязательной исповеди перед причащением. Но как свидетельствуют люди, которые как раз свое служение совершают в этих поместных православных церквях? Именно вот эта традиция, сохранившаяся с древности в нашей русской православной церкви, является наибольной и правильной. Потому что там, где от исповеди обязательной перед причащением отказались, там со временем миряне вообще перестают исповедаться. Поэтому подготовка к причащению состоит, как еще раз уже было сказано, в молитвенном правиле, посте, очищение своей совести перед очами Божьими, то есть всех простить и по возможности самому попросить у всех прощения, и таинство исповеди. И само собой разумеется, что необходимо присутствовать на вечернем богослужении накануне причащения. Если, как звучало в этом вопросе, долго человек не был на причащении, то было бы благоразумно сначала хотя бы три воскресных дня присутствовать на богослужении. То есть сначала как бы вновь вернуться к полноте богослужебной православной жизни. Вы знаете, это хорошо из апостольских правил, что если человек три воскресных дня без уважительной причины, то есть без действительно какой-то серьезной причины, отсутствовал на воскресной божественной литургии, он как бы невидимо отсекается от церкви благодатью Божией. Как бы невидимо отсекается. У нас в православной церкви не практикуются какие-то официальные, как бы, скажем так, знаки, что ты вот отлучен и так далее, в отличие от протестантской динаминации. Но невидимо человек как бы отсекает себя от единства веры и любви, если он долго не присутствует за воскресным богослужением. Поэтому необходимо сначала, вот как мне кажется, дорогие друзья, сначала хотя бы три воскресных дня присутствовать на богослужении, а уже на четвертое воскресенье после посильной подготовки, после исповеди, получив благословение вашего духовного Отца, если он у вас есть, приступать к опричащению святых христовых тайн, чтобы приступать действительно во исцеление души и тела и для укрепления в вере и стяжания Царствия Божия, которое внутрь нас есть. Храни всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok